приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня мы с вами делаем вот такие вот нежные розочки маленькие из атласной ленты все подробно покажу и расскажу если вам интересно оставайтесь со мной и приступим для сегодняшней работы я буду использовать ленту она у меня полтора сантиметра шириной мне понадобится бусины и немного проволоки конечно же пинцет зажигалка и горячий клей и начнем самого простого подготовим бутон для розы я одеваю проволоку в бусину и просто прокручиваю чтобы хорошо все ложилось вот здесь я зажму чтобы у меня бутон получался более тонкий этот хвостик и таких бутона мне понадобится 3 и сделаем лепестки я беру ленту подрезаю уголки с одной стороны с с другой стороны обжигаю и пока лента горячая делаю вот два таких изгиба и отрезаю лепесток снова подрезаю края обжигаю и растягиваю именно так намного удобнее работать так как не надо подрезать заранее вот эти маленькие квадратики и затем очень неудобно их хватать потому что они очень очень маленькие и так обрабатываем нужное количество нам лепестков продолжаем работу ну и теперь как я говорю ювелирная работа берем лепесток и делаем встречную складочку вот так и вот так и закрепляем огнем вот что у нас получается следующий лепесток и вот так и продолжаем работу делаем нужное количество нам лепестков теперь приступим к листикам я также беру ленту полтора сантиметра и листики просто нарезаю одни могут быть больше другие меньше теперь беру отрезок ленты перегибаю пополам перехватываю пинцетом и немного прогреваю серединку и чуть выше 3 вот так подрезаю вот что получается беру зажигалку нагреваю и растягиваю теперь делаю складочку и пока листик оставляю затем если меня будет его выгнуть то я просто подогрею вот так и выгибаю и так делаю все необходимые лепестки теперь я беру внутренность бутона и примеряю к лепестку наношу клей и подклеиваю просто сначала зажимаю а теперь мне надо полностью вот так вот закрыть нанесу вот сюда клей и вот сюда чтобы закрыть бусинку и у нас получится такой острый бутон вот вы видите теперь беру следующий лепесток примеряю его и располагаю его так чтобы вот он был противоположный или чуть-чуть под углом наношу клей и подклеиваю делаю бутон розочки вот такой вот полу открытый беру следующий лепесток примеряю и если мне все нравится наношу клей и подклеиваю следим за тем чтобы у нас был был вверх на одном уровне чтобы не получилось что у нас лепестки прыгают вверх-вниз следующий и у нас получается красивая розочка полу раскрывшийся такой бутон вот что у нас получается я добавлю еще один лепесток и это у меня будет средняя розочка маленький бутон у меня будет из двух лепестков состоять сейчас покажу как его сделать вот это у меня получится средняя розочка пока ее откладываю беру следующий бутон примеряю стараюсь расположить как можно ниже чтобы не было чем закрыть потому что если вы поместите посередине то вы не сможете потом закрыть все это вот низ я подклеила и сейчас вот вверх сейчас я вам покажу как сделать маленький бутон из двух лепестков и вот так вот заворачиваем вы видите нет чуть чуть клея чтобы подклеить вот получился вот такой красивый бутончик это один лепесток и сейчас подберем еще один лепесток вот будет совсем совсем маленький бутончик но нам тут большие и не нужны и теперь края еще чуть-чуть подклеим вот этот оставим такой полу раскрывшийся так лишний клей убираем и вот у нас уже видите поменьше бутон и побольше и сейчас сделаем большую розочку большую розочку делаем также просто добавляем больше лепестков вот на самый низ подклеиваем сначала низ а затем формируем бутон с одной стороны подклеили и вот так пальчиками если надо поправляем формируем вот этот узкий носик розочки вот так вот кто будет пробовать делать у вас может быть с первого раза не получится но затем вы уже почувствуете как эти лепестки ложатся вот следим за верхом чтобы у нас все было одинаково и вот вы видите посмотрите как красиво розочки получаются как настоящие правда очень кропотливая работа но ничего следующий берем вот прямо сюда он лег немножко клея клея не много не надо потому что будет тяжелая вот смотрите какая красота как настоящая розочка так если мы видим что где-то надо добавить клея чуть-чуть закрепить обязательно это делаем берем следующий то видите как красиво ложится все следующий лепесток примеряем если что-то вам не нравится откладываем берем следующий у меня кондиционер заработал не пугайтесь ничего страшного вот мне очень нравится делать такие розочки правда скажу работа если у вас не хватает нервов то не начинайте даже делать здесь нужно усидчивость просто потрясающе получается результат просто будет очень красивый вот лепестки у нас ложатся один на другой посмотрите какая красота итак продолжаем работу как я уже говорила следим за уровнем чтобы у нас лепестки не прыгали вверх-вниз подбираем следующий так так не нравится мне этот следующий вот розочка уже становится больше и тут я подклею еще один лепесток но при этом вот этот последний лепесток немного отклею чтобы подсунуть под него другой лепесток вот сейчас я примерю его вот сюда и вот так посмотрите все должно быть идеально немного клея вот так и теперь вот этот лепесток подклею сюда и вы видите все у нас красиво вот что получается такие маленькие красивые розочки и вот здесь розочки вот увидите листья я просто завязала ниткой чтобы вам показать и сейчас покажу как располагать листики но когда вы будете например оформлять что-то то конечно это все будет подклеиваться листики располагаем вот розочку не не заклеиваем а вот эту сторону который открыл открытый бутон лучше ее показать вот вы видите совсем по-другому смотрится я беру нитку и просто вот так вот и узелок и вот вы посмотрите как красиво это смотрится вот следующий беру листок побольше это же розочку не закрываем вот эту сторону которая у нас открывается или вот эту или вот эту а наоборот показываем вот вы видите как красиво получается есть очень много мелочей которые украшают так нитку можно оторвать вот посмотрите если лепесток вам надо выгнуть вы подогреваете чуть-чуть и выгибаете его вот у нас уже две красивые розочки и когда мы составляем композицию то лучше делать это как бы не по убывающий а наоборот вот от маленького к большому и хорошо работать когда на основе железной вот эти проволоки потому что розочки можно выгнать в любую сторону конечно при оформлении все закрываем и вот у нас получится очень красивый декор следующем уроке мы будем с вами декорировать шары покажу еще раз как склеить три цепочки вместе многие говорили что не получается и конечно закончим декор потому что эти розочки мне здесь очень нравится будут розочки и вот наши шары с бабочками которые мы делали также будет здесь страза все будет в одном стиле все будет очень очень красиво а на сегодня все надеюсь урок понравился был полезен и вы узнали что-то новое творческих успехов вам и встретимся в следующем уроке пока пока